Специальность «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» одна из приоритетных в российской системе экологического образования. В Университете информационных технологий, механики и оптики таких специалистов выпускает кафедра промышленной экологии. При обучении на кафедре применяется комплексный подход. Современный эколог должен быть прежде всего хорошим инженером, он должен знать нормативно-правовые основы охраны окружающей среды и он должен знать, как доказать предпринимателю, природопользователю необходимость защиты окружающей среды. Сегодня появилось много законодательных документов, согласно которым предприятия обязаны иметь собственную экологическую программу развития. Такие программы воплощают в жизнь инженеры-экологи. Исходя из этого, преподаватели кафедры акцентируют внимание на практическом применении полученных знаний. Мы можем сделать экономическую оценку, что является самым, наверное, интересным для предприятия, потому что они действительно могут понять, что это не только в минус, но это, возможно, и плюс. Оборудование кафедры соответствует всем мировым стандартам в области экологии. Лаборатории оснащены макетами систем, предназначенных для очистки загрязненных жидкостей и газов. Меняя режимы работы оборудования, студенты проводят тестирование, изучая, таким образом, влияние различных параметров на качество очистки загрязненной среды. Все макеты, они в известной степени авторские. То есть, в принципе, известны конструкции очистных сооружений, и на базе этих конструкций были разработаны в уменьшенном варианте их копии, снабженные, соответственно, системами подачи загрязненных сред, системами воздействия на загрязненные среды, системами отбора исходной среды и загрязненной среды, ну, естественно, и приборами для того, чтобы оценивать результаты очистки. На кафедре перенимают и адаптируют к российским условиям зарубежный опыт. С этой целью заключены партнерские соглашения о сотрудничестве и обмене студентами и преподавателями с университетами Скандинавии. Активно используется практика двойных дипломов со стажировками студентов за границей. Зачастую такой опыт служит основой для научных исследований. Пытаемся разработать такой композитный материал, который будет разлагаться в водной среде. Собственно, такой маленький шажочек в решении экологической проблемы в области бытовых отходов. Профильная кафедра, на которой готовят инженеров-экологов, работает и в Университете путей сообщения. В составе кафедры есть базовый центр Октябрьской железной дороги, где студенты и аспиранты проводят научные исследования в области экологической безопасности. Кафедра выпускает специалистов в области защиты окружающей среды, экологического мониторинга, а также экологического контроля, аудита и менеджмента. Кафедра располагает приборами для измерения шумовых и виброакустических характеристик, для измерения всех видов электромагнитных полей и газового состава окружающей среды. Часть приборов, наиболее современных, посвящены исследованию нанозагрязнения. Это микроскопические ПМ-частицы величиной 10 микрон, 2,5 микрон, которые являются абсолютно новым видом загрязнения, малоизученным, но, как показывает практика, очень неблагоприятно влияющим на качество жизни и состояние здоровья населения. Один из главных аспектов в подготовке инженера-эколога – это практика. Только в условиях производства можно до конца понять, в чем заключается суть будущей работы. Лучшие студенты стажируются в Германии, получают международные и российские гранды на образование. Большинство, согласно профилю вуза, проходит практику на предприятиях РЖД. Но есть возможность получить практические опыты в других организациях. Я в данном случае проходил в научно-сельском институте морского флота практику. Вот, там более трех месяцев, даже четыре. И, соответственно, там весьма так перспективное направление, потому что они в многих областях работают, и в экологии тоже в целом. Причем у них не узкий круг, связанный с экологией, а они работают и по стране, и по миру даже. Причем у них не узкий круг, связанный с экологией,